Красная Армия в финале молодежного чемпионата мира среди клубных команд. Но обо всем по порядку. Полуфинал между армейцами и чешским Тершиницем получился действительно интересным. Подопечные Рената Хасанова все предыдущие матчи проводили в Верхней Пышме. Да, это всего чуть больше 10 километров от Екатеринбурга, но арены отличаются. Поэтому в первом периоде команда еще привыкала к новой площадке. Что не помешало подлубошного распечатать ворота Лоубола под заново с первой 20 минутки. Второй отрезок как две капли воды повторил первый. Красная Армия атаковала, чехи отбивались, но снова получили шайбу в раздевалку. На этот раз от Чмыхова. Третий период сохранял интригу. Было непонятно, или соперник навяжет борьбу, или красноармейцы спокойно завершат начатое. Но подлубошно Флобанов и Мясищев расставили все точки над «и». Чешским хоккеистам хватило сил только на шайбу престижа. 5-1 и Красная Армия становится первым финалистом турнира. Несмотря на положительный результат, Ренат Хасанов после игры сдержан, ведь главный матч еще впереди. «Эмоции будут, когда будет дело сделано, тогда будут эмоции. Еще раз, для ЦСКА только высокие задачи, поэтому все понимаем это. И только конечный результат, только выполнение, исполнение желаемого. Только тогда мы будем довольны, улыбаться, радоваться». Лучший бомбардир и ассистент Кубка мира все так же Михаил Мещеряков. Но вот в споре снайперов его обошел партнер по звену Павел Подлубошнов, благодаря дублю ворота Тершиница. «Ну, я чувствую, что доверяю, чувствую, что должен показывать результат. Это моя работа, поэтому стараюсь, сделаю все, что получается, и насколько есть сил». Завтра хоккеисты Красной Армии сразятся с победителем пары Мода «Снежные Барсы» и попробуют войти в историю как единственный двукратный обладатель трофея. Начало встречи в 17.00 по московскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok